и вот весь день это это были побои унижения да там плакал было больно было как бы ну я просто как бы знаете там молился там богу я не знаю как он прижался ко мне он расплакался он расплакался и говорит маме здесь не выжил он просто убьет потому что на самом деле это были самые наверное страшные моменты в жизни все как бы возвращаются это все у вас нет а все это вот это видео из российских убитых это видео из русских убитых но а а а а а а а а а Многие из этих фотографий являются слишком грустно, чтобы показать. В видео вы видите, как из-за убийства выстрела. В другом, как из-за убийства выстрела с бомбой. Все люди, которые находятся в бомбе. В целом, в стране. Все в России боятся в бомбе. Редактор с бомбой о бомбе в русских бомбах не новой. Но новая история, что вы видите, как это происходит. Они собрались с этим человеком, Сергей. Он сидит в бомбе в русских бомбах. И так же. Это началось сразу. Ко мне пришли в группу Захваты. Практически полтора десятков человек. На меня. И вот весь день это были бомбы. Унижения. В общем-то были пытки. Я уже просто потом все подписывал и подписывал. И не задавал вопросы, чтобы больше этого не было. Сергей сидит в бомбе в Саратове. Это в регионе с большими бомбами. Нужные бомбами находятся в ОТБ-1. 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 Есть люди которые приезжают там просто лечиться. Но опять же. Они приезжают туда лечиться. Спонтанно там ничего не бывает. Это Роман. Он имеет много истории в мисновом. И он видит это больно. Он также видит это больно. Он будет поднимать в течение. Он будет поднимать это объяснение. Я просто понимал, что если я скажу такие показания, то другие люди страдают. Понимаете? Ну естественно я отказался. После чего они, при помощи вот этих вязок, которые я привязан, были ноги зафиксированы у меня. Вот так вот за головой. Вот. Они начали демонстрировать мне палку. Палка это была от лопаты черенок. Вот. Обвязанный там обмотанный там полиэтиленовым пакетом. Вот. Начали короче сувать мне как бы его там. Задний проход эту палку. Не надо. Не надо, мужики. Не надо, прошу же. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Любимая мамуля, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, необычного здоровья, крепкого на век. Я люблю тебя, мама, очень, очень. Я люблю тебя. 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 выше почему причин было много то есть от банального вымогательства там отобрать бизнес или квартиру до принуждения к даче показаний против себя или кого-то другого оговорить кого-то скажем дать ложные показания шантаж последующие не только как бы с меня вымогали вот эти вот показания также я должен был заплатить она него 50 тысяч якобы чтобы со мной вот эти издевательства прекратились я должен был у жены у своей попросить 50 тысяч которая зарабатывает вот работаю в этом детском сад там двадцать тысяч тысяч копейками commitment Soron конечно адвоката муджан кент де в р ха ле но тот в корт в арм burstły мы reуме yep Donald в доме в сайте неудобная но за время мы и мая очередной армии будет в центральной армии с сэ оки х вот ребят которые не об этом рассказали но не а то вы были как это с этим бороться потому Потому что они боялись за свою жизнь, здоровье. Это, наверное, для меня было именно закончить то, что я начал именно обнародовать вот эти факты. Потому что это на самом деле доказательства, это железные аргументы, против которых им, в общем-то, нечем крыть. Ко мне обратилось достаточно большое количество пострадавших. Это как и сами осужденные, так и их родственники, которым известно о том, что произошло с их близкими. Но их близкие все еще продолжают отбывать наказание в колониях. И вот по моим самым скромным подсчетам, честно говоря, я уже, наверное, путаться начинаю во всех цифрах. Это очень большой объем. Я думаю, что больше 50 человек только ко мне обратились. Есть еще другие юристы, которые также получают информацию о пострадавших. На сегодняшний день, когда Сергей с первыми фотографиями появлялся, они начали исследовать русские авторитеты. Россия телевизия показывает эти фотографии. Директор, ассистент, и два других сотрудников, которые были уничтожены. Но, однако, Сергей установил на интернациональном списке. Они признались, что эти файлы на самом деле настоящие. Что это там, не какая-то подделка или монтаж. Они фактически признались в том, что для них пытки – это вот такой инструмент, который находится на вооружении ФСИН и спецслужб, который они тайно используют. Ну и все, что их сейчас волнует, то, что тайное стало явным. Смею предположить, что, наверное, будут наказаны только непосредственные исполнители, то есть эти садисты, которые исполняли все это по заказу, да, а сотрудники, боюсь, что избежать ответственности. Но я со своей стороны, я буду делать все для того, чтобы были наказаны все, кто имеет к этому отношение. Потому что это слишком легко и просто для них. Такого быть не должно. Ну, не знаю. А потом все снова будет. По-любому. Это Россия. Это всегда так было, и все так будет. Это всегда так будет. безопаснее, чем было в России и в Беларуси. Здесь, да, мне гораздо лучше. Да. Здесь я хотя бы четко понимаю, что законных способов на меня воздействовать у них уже не осталось. У них остается только вот просто фактически подослать киллеров и убить. И учитывая мировую огласку, учитывая, что моя личность теперь всем известна, они скомпрометируют сами себя, в общем-то.